Приветствую вас, давайте распорим ваш вопрос. Как быть, взрослая дочь командует мной, ей 35, мне 54. Я хочу поделиться с ней о своих планах, что собираюсь купить. Но тогда она начинает учить, как жить, она мне говорит тебе, это надо купить, а ты еще собралась расходовать деньги на это. Я отвечаю спокойно, что я так задумала и так далее. Если я все приму в стыке, она будет поступать так же, как выйти из этого круга. Вот я думаю, вот и думаю, хочу поделиться с дочкой, но не могу, лучше ничего не говорить, но невозможно в свою жизнь. Так, я себя чувствую как ребенок, ей ничего нельзя сказать, не нравится, а меня она с удовольствием контролирует. Я очень устала от этого и хочется, чтобы мы могли общаться как два полноценных взрослых человека. Все. Смотрите. Во-первых, здесь нужно рассмотреть всю историю ваших отношений. Я думаю, что дочь не всегда была такой и, в общем, скорее всего, когда-то она была по-другому. Это первое. Во-второе. Значит, то, что вы описываете и то, как это выглядит, очень похоже, что вы свою дочь гиперопекали. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, контролю, если она могла у кого научиться контролю, то только у вас. Больше не у кого. Значит, вы ее гиперопекали. Что такое, что такое гиперопека? Гиперопека – это история про, значит, недоверие, ну, близкому, близкому человеку, недоверие. Значит, при гиперопеке, я думаю, не нужно об этом говорить, да, но на всякий случай я напомню, что при гиперопеке очень большая есть проблема, очень большая есть трудность, это, значит, то, что нарушают личные границы человека. То есть, вот, при гиперопеке, вот, если, ну, мы говорим, значит, о том, что один человек, ну, гиперопекает другого. Ну, вот, значит, при гиперопеке нарушаются личные границы, он партнер, то есть, ну, вот, человек. И дочь, ну, прекрасно, в общем-то, нарушает, нарушает прекрасно ваши личные границы. Только, только так он нарушает их вообще в этом смысле. У нее получается неплохо, там, если вы нарушали личные границы тоже. Вот, значит, о чем идет речь здесь? Об обидах на дочь и, в общем, точнее, об обидах дочери. Об обидах дочери. Здесь идет речь, ну, вот. Тут элемент того, что дочка так сейчас отыгрывается, ну, отыгрывается на вас. Вот. К сожалению, моему, к сожалению, большому, но она, ну, действительно, действительно отыгрывается. Вот. Она действительно сейчас отыгрывается. Так что она сейчас, сейчас, вот, по сути, вот, что, ну, восполняет то, что, вот, в детстве, скорее всего, не получала. Вот. Умеете ли вы жить для себя? Такой вопрос. Насколько вы уверены в себе и насколько вы самодостаточны? Нет ли у вас тревожности? Если есть, то как и что вы с ней, в смысле, вот с этой тревожности делаете? Вот. Это очень важный момент. Очень важный момент. Это очень важный момент. Потому что, опять же, если, если вы это пропускаете, как-то, вот, если вы, ну, опять же, не обращать как-то на это внимание, да, твое, вот, то мы имеем дело в своей серьезной проблеме. Значит, еще у вас вполне может быть такая штука, что вы можете чувствовать себя виноват перед дочерью. Ну, потому что, опять же, вот, идея о том, что как-то вот вы, значит, случайно, да, вот, о. Чувствовать себя ребенком. Ну, эта идея, она, как мне кажется, попадает в эти, о, вот, в данном контексте. То есть, это не случайно, ага, это не случайно, ага, это не случайно, а, совершенно не случайно, то, что вы, вот, чувствуете себя ребенком. Есть какие-то основания для этого. Ну, ну, у вас, в смысле, вот, есть какие-то основания для того, чтобы, вот, чувствуете себя так. Вот, нужно этот момент обязательно поисследовать, нужно этот момент обязательно посмотреть, нужно этот момент обязательно изучить, потому что это важно. Собственно, вот, собственно, ребенком вы становитесь. Ну, это, значит, вот это вот чувство, что вот я ребенок, это чувство, оно появляется не на ровном месте, оно появляется из какого-то ощущения. Из страха, из вины, из тревожности, там, и так далее. Вариантов много, достаточно. Вот, и какие бы, собственно, варианты, какие бы варианты не были бы, нужно очень подробно исследовать и подробно смотреть, что с вами там происходит. Ну, а так, вот, как это выглядит для меня, ну, для меня это выглядит так, что вначале вы были гиперопекающей мамой и пытались обрести, значит, контроль и спокойствие. Значит, ну, за счет гиперопеки, ну, своей дочери. Вот, сначала. А потом, когда она выросла, когда она подросла, да, то вы теперь в этом смысле полагаетесь уже на нее. То есть, вам, ну, вероятно, хочется, чтобы так было, вот, в смысле, ну, в смысле того, что вам хочется, чтобы дочь вас направляла. Ну, потому что ситуация здесь, вот она в целом такая, вот, что тревожный человек, он вот, он нуждается, он нуждается в... Э-э-э-э-э-э… ...на-э-э-э... Здесь есть нюансы какие-то, ну понятно, какие-то нюансы могут быть, безусловно, но мне кажется, по крайней мере, что вам нужно работать именно с попрямостью в отчувствии защищённости. Я понял, что вы так отчаянно, можно сказать, ну на мой взгляд отчаянно, понятно, что здесь есть нюансы, но вынуждаетесь от защиты, ну стабильности какой-то, вот, и соответственно это вас очень сильно делает уязвимой и очень сильно вас вот, ну как бы принижает перед, ну перед дочерью, собственно как бы, вот, ну понятно почему, да, потому что вы опираетесь на дочь, вот, то есть понятно, что вам сложно, понятно, что вам сложно в этой ситуации, вот. опять же, опять же, есть ли у вас альтернатива кому рассказывать об этом, то есть у меня возникло, например, у меня возникло такое впечатление, что вы как будто бы завязаны на дочери, то есть как будто бы вот только с ней, а вы можете, значит, ну там поделиться чем-то, да, и так далее. Такое у меня тоже ощущение возникло, возникло. Могу ошибаться, могу ошибаться, могу ошибаться, конечно, но выглядит это вот так. Если я прав, то вам необходимо искать альтернативу. Вам необходимо искать альтернативу. Вот, то есть альтернативу в смысле того, чтобы вот дочь не была единственной, с кем бы, ну, с кем бы вы могли и, может, обсудить то, что, ну, то, что вас волнует, скажем так. Потому что дочь, во-первых, может иметь сомнение, что нормально, абсолютно. Вот, ну, в смысле у дочери, может быть, значит, своя позиция. Это во-первых. А во-вторых, дочь имеет, ну, может с вами, может с вами, ну, вообще не взаимодействовать, ну, то есть не взаимодействовать, так как вот вы, например, того хотите. Что-то тоже в данном случае нужно это понимать, нужно это понимать, как минимум. вот, ну, на мой взгляд. Вот как-то так, пожалуй, я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете. Вот, значит, заранее хотел бы извиниться, да, если вот, ну, если вы, если вы не получили то информацию, которую вы хотели, которую вы ожидали, ну, тем не менее, вот. На данный момент так. А то, что вам, например, может быть, значит, сложно быть в руслое, это связано с чем, в первую очередь. С тем, что вы подвержены эмоциям. Вот. Ну, то есть, ну, то есть, излишне эмоционально. Вот. То есть, даже не излишне эмоционально, а просто вот. Не привыкли обращаться со своими эмоциями, не привыкли, значит, их выражать, не подслушиваться. По дочери я мог бы сказать следующее, значит, когда она, значит, говорит вам, вот, ну, собственно, то, что говорит, да, когда она говорит вам, вот. Спросите её, чего она хочет. Сейчас, вот, сейчас. Ты сейчас это говоришь, да, вот, что ты хочешь. Что ты хочешь, от чего ты говоришь, что ты хочешь. И озвучите сами идеи, то, чего хотите вы. Вот. Потому что вот всё вокруг да около. На мой взгляд, выходит. Как-то так, на этом всё. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот. Позволит вам начать, значит, над собой работу. Позволит вам двигаться вперёд. Вот. Позволит вам разобраться в себе. Вот. То есть никаких рецептов здесь нет и быть не может, в принципе. Вот так, тут только в этом смысле. Индивидуальная работа, если мы хотим каких-то реальных результатов достичь. Вот. И меняться, 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 меняться и ещё раз меняться. Вот. Всего вам самого хорошего. Обращайтесь.